Свет выключается, волшебство начинается. Перед зрителями появляются невообразимые формы. На сцене бежит олень, идут часы, звонят колокольчики. Изящно и просто, но на деле. За эффектным выступлением театра пластики рук – часы упорных репетиций, создание схем и фигур. Сложно держать руки в одной позиции довольно долго. Позиции – сидя, стоя, полулёжа. И поэтому, чтобы выдержать одну ситуацию и потом выстроить вторые, третьи, четвёртые руки у ребят, первым приходится долго ждать. Ручки болят, поэтому приходится опускать. И вот эти репетиции, они довольно длительные. Как говорится, тяжело учение, легко в бою. И правда, в бою ученики школы искусства имени Текотского выглядят более чем достойно. Так, в декабре коллектив получил диплом «Гран-при» на международном конкурсе «Мечтай с музыкантов» в номинации «Театральное искусство». Первое место ребята заслужили и на «Талантах Европы». Оба состязания проходили в онлайн-формате. Для артистов театр – это маленькая жизнь. Часто они сами придумывают новые фигуры. А вот вдохновением для коллектива была и есть родная Беларусь. Её символы и традиции. Главный атрибут – белые перчатки. Создавать волшебство на сцене помогает специальная лампа. Она выделяет только руки. Отсюда и магический эффект. Детский театр пластики рук «Виват» – единственный в стране. Появился он в Бобруйске всего четыре года назад. Но уже неоднократно радовал бобруйчан своими выступлениями. В коллективе 10 девочек от 8 до 13. У тебя есть любимая фигура? Да. Какая? Дед Мороз. А почему она любимая? Я делаю глаза и брови. Мне нравится выступать, когда зрители начинают хлопать. Вот это чувство такое, что им нравится. Я хочу с театром что-нибудь придумывать необычное, ну с нашей группой. И дальше продвигаться на актёрское мастерство. Мы выступаем в темноте. Это интересно и у зрителей вызывает интерес. То, что что-то новое, необычное. В театре драмы и комедии ребята открывают музыкальную сказку «12 месяцев». История близка всем нам с детства. Услышав приказ юной королевы, мачеха отправляет падчерицу в новогоднюю ночь за подснежниками в лес. Там она встречает волшебных героев. Полностью живая сказка в синтезе театрального и музыкального отделения. И в том, что сидят оркестры полноценные и полноценные хоры выступают вместе в театральном действии. В постановке задействованы около 150 учащихся школы искусств имени Текотского. Вместе с ними на сцену вышли и педагоги. Сказочные костюмы, волшебная музыка и талантливые участники. В восторге не только маленькие зрители, но и их родители. Карина Гуревич, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.